Сейчас вместе со специалистами центра я тестирую систему наведения роботизированного комплекса. Вот видите, он меня обнаружил и, выражаясь языком инженера, взял на сопровождение. И уже не упустит, какой бы ни была моя траектория. Видите? Я попыталась отклониться бесполезно. Так вот, с такой же легкостью этот робот способен засечь и отследить цели, которые двигаются гораздо быстрее и находятся на гораздо большем расстоянии от него. Так стреляет радиоуправляемый комплекс «Вихр» – боевой модуль на платформе БМП. У него повышенная точность попадания наведения происходит автоматически, а внутри, в момент движения и в момент выстрела, никого нет. Система сама в состоянии засечь, а следите, если потребуется уничтожить. А вот такая же установка на крыше «Тигра». В этой комплектации бронеавтомобиль становится еще опаснее. Ударный комплекс разработали севастопольские конструкторы. И сейчас его испытывают на полигонах. Башня вращается на 360 градусов, что позволяет работать боевому модулю в любых положениях боевой техники. Вытоправляемые роботы оживают. Тот редкий случай, когда производители исключают конвейерную сборку. Каждая установка – уникальный экземпляр, сделанный вручную. И такой хендмейт в данном случае преимущество. Это гибкий рукав. Здесь проходят патроны. Универсальная установка. Она подойдет для бронемашин, кораблей и сторожевых катеров. Впрочем, сгодится любая поверхность. Экспериментальная разработка предприятия – модуль для вертолетов Ка-27. Такого в истории полудной авиации не делал еще никто. Недосягаемых целей для боевого модуля просто нет. Морские, включая подводные, наземные и воздушные объекты. Система распознает даже беспилотники-невидимки с так называемыми антирадарами. А еще комплекс способен внести зенитное и противотанковое ракетное вооружение одновременно. Продолжение следует...